Легенды, загадки, история, изнифы, факты, 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 факты. Неизвестное об известном. Ожидание праздника, фестиваль светящихся иллюзий, рождественские калятки и новые ихтиандры. И снова здравствуйте. Наше путешествие продолжается. Каждый раз оно приобретает новые акценты и новые краски. Это неудивительно, поскольку мир вокруг постоянно меняется, хотя по сути остается прежним. Первый выпуск нашей передачи выпал на 1 января, поэтому хочу всех вас поздравить с Новым годом. И пожелать света в душе, радости в жизни, любви, благополучия, внутренней гармонии, уверенности в завтрашнем дне. И, конечно, здоровья и мирного неба над головой. Праздники отшумели, но по мне гораздо интереснее и ярче предвкушение праздника. Поэтому наша съемочная группа старается в это время поехать туда, где умеет веселиться. Наше путешествие началось в Литве, в Покройской усадьбе, где уже пятый год проходит световой фестиваль. Он каждый раз поражает воображение тысячи посетителей, переносит в сказку и возвращает в детство. Да и как можно они восхищаться множеством огней и гигантскими светящимися шелковыми латернами. Это настоящее рождественское царство, где каждый черпает волшебную энергию, которая будет сопровождать его круглый губ. А этой зимой зажглись огни больших азиатских латерн с экзотическим восточным привкусом, драконы, мифы и легенды. Он на самом деле стал особенным. Ведь экзотика и загадочность всегда завораживают. А азиатская культура остается загадкой, особенно для детей, хотя многие взрослые тоже вряд ли могут похвастаться знанием традиций и легенд Китая. Необычные цвета, формы, история – даже такие на первый взгляд малозначительные особенности, как преобладание красного цвета. Секрет на самом деле прост. В Китае принято для праздников использовать только красный цвет, так как по китайской традиции именно он приносит удачу. А если кого-то удивит обилие фейерверков, громкой музыки, веселых розыгрышей, учтите, что по китайским верованиям шум отпугивает несчастье, и он просто обязателен при встрече Нового года. Глаза разбегаются при виде невиданных существ. Волшебные флюиды словно передаются от фигуры самого дракона, повелителя огня, принявшего форму гигантских фонарей. Он встречает нас у самого входа в усадьбу. Говорят, что он, по поверью, не только приносит удачу, но и охраняет от всех бед и напастей. Дракон считается посредником между богами и людьми. Фигура огромная и внушительная, однако совсем не страшная, а скорее добродушная. Впрочем, драконов на территории усадьбы несколько, и каждый из них впечатляет. Однако это лишь один персонаж из бесконечной вереницы образов, героев, мифов и легенд, которые встречают посетителей на сверкающей огнями огромной территории усадьбы. Здесь больше 50 композиций, шелковых скульптур, рождественских символов. Завораживают огромные скульптуры, пришедшие к нам из сказок. Мифические чудовища, веселые гномы, тигры. Расцветают фантастическими цветами восточные фигуры богинь и сказочных растений. Заманивает 25-метровый морской монстр, крокодил Ванг. В него можно даже войти. Высота чудовища позволяет аж 5 метров. В этом новогоднем королевстве есть даже небольшой городок с каруселями, аттракционами, сказочным домиком, базарчиком, вкусами восточной кухни и мастерскими ремесленников. Конечно, не обошлось без Деда Мороза и Снегурочки. На создание этого чуда понадобились десятки километров разноцветного шелка и миллионы лампочек. Здесь легко и весело, как в далеком детстве. Отступают все проблемы, и можно беззаботно радоваться жизни. А самое главное, это ощущение праздника будет с вами на протяжении всего года. Однако путешествие по стране сказок и иллюзий на этом не закончилось. Оно продолжилось в предновогоднем Минске, где наша съемочная группа отмечала Рождество. Город встретил нас в сверкающем сказочном облике, украшенные гирляндами, световыми инсталляциями и новогодними елками, манящие рекламами и яркими витринами магазинов с новогодними подарками и местными сладостями. Ведь декабрь – месяц праздников, первый настоящий снег, первые хлопоты в преддверии Нового года. Впрочем, лучше всего наблюдать панораму праздничного города со смотровой площадки гостиницы «Белоруссия». Кстати, мы там и остановились. Во всяком случае, если вы приехали сюда в первый раз, это однозначно лучшее место для первого свидания с городом. Ведь Минск на редкость фотогеничен. 20 этажей – и вы уже на крыше. Отсюда, 73-метровой высоты, Минск пристает во всей красе. Все площади озарены огнями. В центре перемежаются старинные здания и новые постройки. Особенно хорош центр. Светло, как днем от ярких огней возле Дворца Спорта. Здесь, как на ладони, виден весь Верхний город. Он напоминает яркую декорацию для съемки исторических фильмов. Троицкое предместе, остров Слез, река Свислыч. Ведь Верхний город является основной исторической доминантой. По всему центру ярмарки собирают толпы народа. А разнообразие инсталляций поражает воображение. Однако, если праздничному настроению мешают личные проблемы, прогуляйтесь по вечернему Минску. Сразу ощущаешь влияние хлеба и зрелищ на грустное настроение. Город полон дыханием чуда. Волшебные иллюминации, сияющие проспекты, торжественные службы в церквях и костелах столицы делают его неповторимым. А уникальная архитектурная подсветка придает современным и старинным улицам удивительное очарование, особенно в вечернее время. Создается впечатление, что световая феория охватила весь город. Сотни разноцветных огней засияли улицы, а особенно площадь, где находится главная елка страны. Ее высота 27 метров. Весит она 20 тонн и украшена 123 гирляндами. Неудивительно, что в создании елки было задействовано 80 различных световых программ. На елке, как на экране, праздничные изображения и поздравления с Новым годом. Ее украшают более 3 километров гирлянд. Здесь и сказочные персонажи, и волшебные огни, и огромные светящиеся шары. А всего в столице 26 елок, так что праздничная атмосфера царит в каждом районе. Словно по мановению волшебной палочки, включили всю праздничную иллюминацию на центральных улицах двухмиллионного города. Это более 700 световых мотивов. Это и композиции с фонарей световых приборов на площадях, и около 500 крупных гирлянд. 117 больших световых фигур расположены по всему Минску. В верхнем городе арка и карета с лошадьми привлекают особенное внимание. Оригинально спроектирована национальная библиотека. Она построена в форме гигантского шара, похожего на НЛО. И ночью светится разными цветами. Рядом привлекает внимание инсталляция книги, увидев которую уже не сомневаешься, что учение свет. Но если говорить об инсталляциях, то такого великолепия полного сказочных персонажей, волшебства, красок, цвета, света и оригинальных декораций, как в волшебном городе у сказочного вокзала, построенного в торговом центре Данамул, расположенном неподалеку, мало где увидишь. Впрочем, слова здесь бессильны. Это нужно увидеть, погрузиться в атмосферу волшебного города, представить себя его жителем, мысленно пройти по его улицам и встретить свою мечту. Особенно в ночь перед Рождеством. Согласно народным поверьям, ночь накануне Рождества всегда считалась сакральной, так как небеса открывались и можно было загадать любое желание. Нам несказанно повезло. Не каждому удается принять участие в старинных обрядах и народных гуляниях. Гостеприимная хозяйка рассказала, что праздновать начинаются семейным ужином с традиционной постной кутьей, ячменной кашей и медом. Нас даже торжественно угостили. Но главное незабываемое зрелище – это выход ряженых. Накануне Рождества колядовщики наряжались в разные костюмы тотемных животных и птиц. Одни из самых популярных персонажей – коза, медведь, волк и аист. Колядное шествие обязательно украшали звездой, которая символизировала Великую Вифлеемскую. А какие колядки исполняли, и пели, и танцевали. Все как в старину – и обряды, и народные гуляния, и традиционный кукольный театр, невольно забывая, что за окном 21 век. Такие сценки проходили по всему Минску, и каждое представление собирало множество участников, зрителей, туристов. Собственно, ты невольно вливаешься в праздник, и через несколько минут становишься полноправным действующим лицом этого спектакля под открытым небом. Невозможно посетить все спектакли, концерты, елки, новогоднее представление. Кстати, билеты нужно покупать заранее, а то не достанешь, несмотря на обилие предложений. Но есть место, где побывать нужно просто непременно. Это дельфинарии Немо, где на Рождество подготовили уникальную шоу-программу с участием тихоокеанских дельфинов, северных морских котиков, патагонского морского льва и не только. Это не просто представление. Это море незабываемых впечатлений и позитивных эмоций. Кроме улыбчивых дельфинов, акробатические фигуры демонстрируют юркие котики и даже на первый взгляд неуклюжие морские львы. А вы слышали когда-нибудь, как поют морские котики? Вы видели, как рисуют дельфины? Вам приходилось встречать новых иктиандров? Если нет, нужно обязательно на это посмотреть. Уверяю, не пожалеете. Все-таки новогодняя передача была бы не полной, без музыки, песен и танцев. Ведь в Латвии тоже есть, что предложить. Каждый год в Риге проходит международный фестиваль ромского искусства, который никого не оставляет равнодушным. И мы хотим предложить небольшую подборку самых ярких номеров, чтобы наша новогодняя программа стала настоящим праздником. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Играет музыка. 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 организма воздействует на костную систему. Но мало кто знает, что гугул при другой комбинации может воздействовать не только на костную систему, но и на жировую ткань. Таким гугулом является препарат под названием Бьошади гугул. Что входит в его состав? Гугул, трифалан, трикатун и тримант. Всего 9 ингредиентов с гугулом 10. Напомню, трифала это сочетание трех плодов для лучшего усвоения пищи. Амалаки, харитаки и бибитаки. По латыни это будет эмблика официаналис терминали чеблы и терминали билирика. Следующая группа это трикатун, сочетание из трех острых ингредиентов. Марич, пипали и шунти, то есть черный перец, индийский перец и имбирь. Латинское название, соответственно, пипер лонгум, пипер нигрум и зингебер официаналис. Средства, которые активизируют пищеварительную систему, активизируют внутренний огонь, а в сочетании с гугулом активизируют тканевый метаболизм, активизируют процессы в жировой ткани и снижают кафдошу. Именно люди с высокой энергией кафы, с высокой водной стихией, они обладают повышенным весом. И мало кто знает еще о такой комбинации тримат. Это три средства для ваты, для питы, для кафы, которые выводят так называемую аму, непереваренную пищу. Непереваренные шлаки, не путать с ядами, но более аналогичный термин это шлаки, ама, непереваренные вещества в организме. Что это за тримат? Это все три ингредиента, которые мы уже проходили. Читрак, виданго и муста. Виданго это средство для очищения вата-доши, известно больше как средство против кишечных паразитов, но у нее очень важная очищающая составляющая. Очищающее средство для питы это муста. Она умудряется очищать воспаленные ткани. Киперус ротундус ботаническое название, у виданги ботаническое название эмбелия рибос. И для кафы это читрак, огненный корень, плембаго зейваника, ботаническое название. Это огненный корень, который запускает процесс агни и этот запускает метаболические процессы глубоко внутрь кишечника, а в сочетании с гугулом глубоко в жировые ткани. Такое средство может быть использовано при высокой кафе, при повышенном весе, при избытке жира, особенно при избытке жировой прослойки на животе. И поскольку гугул проникает в суставе, это средство может быть использовано для облегчения и состояния ревматизма, зашлаковки соединительной ткани между суставами. Средство можно будет увидеть на сайте pureherbs.eu. А юридические процедуры можно пройти, обратившись на сайт panchakarma.clinic. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова